Добро здоровья, Хунту и Хунтубры! Торгово-промышленная палата ТПП России считает необходимым ввести целевые выплаты на покупку продуктов питания для людей в трудной жизненной ситуации, безработных или семей с детьми с доходами ниже прожиточного минимума. Как сообщает ТАСС, такое предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса и по поддержке развитию малого и среднего предпринимательства. Глава ТПП РФ Сергей Катырин направил документ на рассмотрение председателю комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину. В резолюции ТПП, объединяющие более 52 тысяч организаций и более 300 федеральных объединений предпринимателей, призывают отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. В качестве таких механизмов крупный бизнес видит меры поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки и программы адресной помощи гражданам. В частности, речь может идти о целевых выплатах для покупки в розничных сетях продуктов питания из утвержденного на федеральном уровне перечня «потребительская корзина». Другой мерой, как указывается в документе, может стать долгосрочная возобновляемая поддержка производителей через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхование урожая. При этом ФТП подчеркивают, что административное регулирование цен не может рассматриваться как эффективная мера социальной поддержки групп населения с низким уровнем доходов. Временные результаты от установления предельных цен сверху нивелируются негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения. Исторический и международный опыт подтверждают, что попытки ручного регулирования розничных или отпускных цен в конечном итоге приводят к стагнации потребительского рынка или дефициту отдельных категорий продовольственных товаров. Напомню, правительство РФ директивно заморозило цены на сахар и подсолнечное масло после того, как продовольственная инфляция в стране ускорилась до максимума с 2015 года, а базовые продукты питания, включая овощи, сахар и крупы, подорожали с двузначной скоростью. На неофициальном уровне поставщикам продуктов рекомендовали не повышать цены до конца сентября, то есть периода, когда в России пройдут думские выборы. Под негласную заморозку попали мясо, рыба, масло, молоко, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные изделия, картофель. Эти товары с 2010 года включены правительством в перечень социально значимых. Бережіть себе, ставте вподобайки та підписывайтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стало сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу. Тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.